Вагончик тронется, перрон останется. Вместе со зданием Омского жидовокзала и площадью. А потому выглядеть она должна впечатляюще. Прежде всего для гостей города, подчеркивает Оксана Фадина. Вот проект благоустройства. Тут построят пешеходный бульвар со скамейками и урнами, высадят кустарники, установят фонари. Троллейбусной остановки больше не будет, рассказывает вице-мэр Фомин. Ее объединят с автобусной. Планируем перенос пяти апортов на сети. Планируем там островов безопасности разделительный сделать. И в связи с этим мы откроем вид на привокзальную площадь, на объект благоустройства, который у нас будет работать. А сроком вы себе какие ставите сейчас? До 1 сентября мы планируем. Автобусная остановка сейчас больше походит на мини-рынок, говорит Оксана Фадина. Ее концепцию надо поменять в пользу пассажиров. Киоски снести, а на их место поставить теплый бокс. А мечи – за. У нас климат такой неподходящий тут. Сибирский очень такой, не юг. И нам это будет очень нормально даже. Следить за теплыми остановками будут частные инвесторы. Мыть, убирать, поддерживать комфортную температуру. А на ночь закрывать на ключ, чтобы боксы не превратились в общественные туалеты и ночлежки для бомжей. Так что мэрия тоже за, ведь из бюджета не потратят ни копейки. И с фасадами привокзалки повезло. Они входят в гостевой маршрут. А значит, будут капитально отремонтированы на федеральные деньги. Осталось разобраться с рекламными конструкциями и их собственниками. Тут придется работать не только с управляющей компанией, но и с собственниками. По всем округам своих собственников. Знаете первых этажей. Главное – не обшить все дома одним сайдингом, беспокоится глава Ленинского округа. На привокзалке есть красивые старинные здания с лепниной, балясинами и балкончиками. Архитектурный стиль надо отстоять. Это архитектура, которая здесь создавалась. Ряд домов, которые имеют вот такие архитектурные элементы. Что-то с ними делать, приводить их в кассеты, обшивать – это просто преступление. Нужно восстановить то, что было сделано изначально. Асфальт поменяют по программе «Качественные и безопасные дороги». В этом году деньги можно тратить не только на само дорожное полотно, а мечи уже замечают ремонт тротуаров. Не только здесь. Мы начали демонтаж бордюров. Что это значит? Это значит, что эта дорога подлежит ремонту в этом году. И плюс заключается в том, что на федеральном уровне были внесены изменения в соответствующие государственные программы. И теперь нам разрешается за счет федерального финансирования делать не только ремонт дорожного полотна, но и бордюров. Исследовав привокзальную площадь, Оксана Фадина двинулась на Котельникова-2. Адресок мэру подкинул неравнодушный Амич. Ему надоела свалка рядом с домом. Мусор после себя оставляют торговцы стихийного рынка. Здесь очень неприглядно, брошены коробки. Палатки здесь стоят постоянно, есть в них и электричество. Откуда, как нет ближайшего здания, резюмирует мэр, это вообще законно? Собственникам, как выясняется, столько объема киловатт-часов не требуется. Разрешают, соответственно, подпитаться. Если чиновники разберутся, в чем дело, местные жители избавятся и от торговых рядов, и от мусора. Правда, хотят этого не все. В магазине, да, все дороже. То самое товар, а дороже, я скажу. Так что нам с пенсионерами выгоднее здесь жить. На привокзалку мэр вернется через месяц проверить, как чиновники исполняют ее указания. Жители Ленинского округа могут подгадать и прислать Фадиной свои замечания и предложения.